Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон, я папочка всех сплетников. И у нас сегодня просто жирнющие сплетни со всеми доказательствами. Поговорим про группу B2. Лёву отправили в Израиль, всех остальных ждёт депортация в Российскую Федерацию. Поговорим про то, что Цикала продаёт всё, что есть в России и остаётся в Америке. Поговорим про Ольгу Орлову и как она продалась в Кремлю. Поговорим, конечно, про Баскова и его хитросплетённые отношения с его тестем Шпигелем. И, конечно, самое ужасное, поговорим о законопроекте Российской Федерации, касающемся конфискации имущества за фейки. Наливайте полный стакан кофе, нам будет сегодня что обсудить. После нашего вот этого вот самого видео, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть, мы говорили про тестя Баскова, дорогие мои. Огромное количество, ну, о чём речь там была, кто не хочет смотреть, ну, лучше посмотрите, там прям жир, настоящий жир. Басков спал со своим тестем Шпигелем. Шпигель был его первый продюсер. Шпигель сделал из него Баскова того, кого мы знаем и, наверное, кто-то любит. И я сказал новость, эта новость старая, и мне сказали, Антон, ради бога, новость известна всем. Сто раз уже объехали, но меня эта новость обошла мимо, поэтому для меня эта новость, я читаю в комментариях. Огромное количество людей тоже пишут, вау, ничего себе, он спал со своим тестем. А жена, дочь Шпигель, просто представьте себе, его дочь, дочь родного отца, является бородой для отца, а он спит с мужем дочери, Колей Басковым, и всё это... Вы вообще слышите, какой сюр? Это такой немножко серьёзный сюр. Антон, привет, пишет мне одна из пташек. Пташки, это вы, дорогие, сплетни, которые пишут мне в Инстаграм или Телеграм. Я работал у Шпигеля, где не буду говорить. Мне было 18-19 лет. Помню, что стабильно раз в неделю заказывали специальное меню, как банкет с алкоголем, и накрывалось на двоих. Однажды, как приезжал Николай Басков, тогда он только становился звездой. И особо его не обсуждали, все знали, что скоро свадьба его дочери с ним. Но когда я узнал, опять же, от коллег, в чём заключались эти банкеты, я был, конечно, в шоке. Это были некие душевные свидания при закрытых дверях. Причём его жена, неприятная очень дама, пишет наша пташка, была главным бухгалтером. Но всё так выглядело, будто так и надо. Лично я его, когда встречался с ним, случайно боялся. Он какой-то абьюзивный был, из-за этого недолго там отработал. Всё мне это не нравилось очень, пишет одна пташка. Пишет вторая пташка уже у нас в комментариях под тем самым видео. Кстати, про тесте Баскова в свободном доступе, куча информации о приводах ещё в советскую милицию за приставание к несовершеннолетним пацанам. Там миллион истории и один и тот же сценарий. Ну а про него и Баскова уже давным-давно всё известно, так что особо ничего и не скрывалось. И дальше мне пишет ещё одна пташка, уже в директ моего инстаграма. Про Шпигеля и Баскова, правда, 100%. Мой парень работает в частной авиации и катал Шпигеля. Шпигель клеился к моему парню, а дочка Шпигеля застала своего отца и Колю в постели. Поэтому не общается ни с отцом, не разрешает Николаю общаться с ребёнком. Кстати, у Шпигеля есть статья о развращении несовершеннолетних. Значит, он, ну, считайте, взял силы маленького пацана. И это тоже открытая информация. Оказывается, открытая информация седых годов для меня, например, это новость. Я уверен, что есть люди, которые об этом не слышали. У нас по 300 тысяч просмотров. Уверен, огромное количество людей не слышали обо всём об этом. Для меня это вообще полнейший сюр. Для меня это показатель того, что не нужно вообще ошибаться, умиляясь людьми. Не нужно удивляться, когда слышишь их безумные истории. Потому что жизнь показывает, и вот моя работа главным светским хроникером всего русскоязычного шоу-бизнеса на планете, для меня показывает эта ситуация, что ничему удивляться нельзя. Даже самые безобразные мысли в наших головах. А оказывается, есть люди, которые эти самые мысли реализуют в реалиях собственной жизни. Даже самые безумные идеи и домыслы очень часто являются самыми, что они на есть часто неприглядной правдой. Вот такой вам штришок. Портрету сидящему шпигу, или кто не знает, дали 11 лет колонии. Ну, уже взрослый дядя, да? Ну, сколько ему за 60, наверное? 11 лет колонии ему дали. За то, чтобы давал какие-то миллионные взятки. Но, знаете, зато жил на полную катушку. Уф, отвратительно. Просто клейма негде ставить, да? И особенно в этом контексте смешно смотреть на Баскова, его потуги с Лупыревой. Какие-то непонятные женщины, вьющиеся около Коли Баскова. Он был симпатичный парень, когда был молодой и худой. Он действительно очень талантливый человек. У него есть голос, по крайней мере. Но то, во что он сейчас превратился, прокремлевская продажная душа, как начиналось, так вся жизнь у него и шла. Забавненько, правда? А вообще вот так вот забавно еще подумать на ситуации. Коля Басков, Лазарев, Филипп Киркоров. Дружбаны, дружбаны, да? Ох, как же много заглядывали за их закрытые двери. И сколько же грязи там повывалилось. А вообще, на самом деле, серьезно такая, да? ЛГБТ-комьюнити, которая рулила до какого-то момента фроу-бизнесом в Российской Федерации, да? Интересно услышать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Ну и немножечко из смешного. Кто-то утверждает, это фейк, а кто-то нет. Шамана проверяют на пропаганду ЛГБТ. Значит, некий активист поддал жалобу на певца Шамана, потому что в клипе песни «Я русский» он появлялся в кадре с подкрашенными глазами. Также автора этого самого доноса смутили эпизоды, где мужчины носят Шамана на руках, ведь они могли оттрогать его межножья и его органы. Полицейские не проводят никакие проверочные мероприятия в отношении Ярослава Дронова. Это певец Шаман. Могу ответственно заявить, цитата, «У полиции нет вопросов ни к самому Ярославу, ни к его творчеству», заявила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк. Ранее в интернете как раз и начались распространяться эта информация, что его проверяют на ЛГБТ. Вы знаете, даже если он будет сейчас иметь всех мужиков Российской Федерации в своей постели, прикрываясь женой, ему ничего не будет, потому что это символ, потому что это лицо адовой кремлевской пропаганды, потому что это уже бренд, сам себе, который не принадлежит, и который сейчас является вот этой вот витриной того безумия, которое творит Российская Федерация на территории Украины. Ну и, конечно, что творит Российская Федерация в отношении к собственным гражданам. Кстати, кто заметил, у меня такой вот есть замечательный лончик, ребят. Это наши первые попытки. Это прототип, который, скорее всего, а может быть и не пойдет в лом на переплавку, кто не знает. Сейчас у меня первые шаги. Пытаюсь сделать свою собственную ювелирную компанию. У меня вышел влог буквально вчера. Вот этот вот вложик, по этой ссылочке можете пройти посмотреть. Я размышляю о наших первых прототипах, о том, что получилось, что не получилось. Просто тысячи комментариев, советы, поддержки, любви. Огромная благодарность моему комьюнити. Будем много работать, будем много и усиленно трудиться, чтобы итоговый вариант, ну не в состоянии пойти что-то купить, перекупить и перепродать в своем комьюнити. Хочу начать что-то с нуля. И вот мои влоги, у меня есть мой влоговый канал. Каждую пятницу там выходит вложик, и завтра будет шикарный вложик. Ух, будет драма. А вчера, как по вторникам или через вторник, будут ходить дополнительные влоги именно о моих попытках заявить о себе. Так, о начинающей ювелирной компании. Ну и, конечно, сегодня с утра на моем основном канале вышел вот этот вот гадание на картах Таро. По этой ссылочке можете пройти и посмотреть. Гадали мы. Это был прогноз на месяц февраль. По знакам Зодиака. Мы с моей мамой даем советы. Каждое первое число каждого месяца. Поэтому, кому интересен такой контент, тоже переходите. Там тоже очень-очень интересно. Про Орлова прилетела нам пташка. Антон, приветствую, пишет Ташечка. Посмотрела выпуск про бойцов с СВО, которые снимаются сейчас. Давай поженимся. Мы говорили про это. Давай поженимся. Вот в этом видео. По этой ссылочке можете пройти посмотреть. По ходу у Кремля сейчас новая повестка идет. Во все шоу на телеке засовывают образ героя страны. Хочу донести еще одну новость, незамеченную всеми. Осадок идет, видно, с той самой вечеринки и Насте Ивлеевой. И речь в данном случае идет об Ольге Орловой. Да, она была на той самой вечеринке. К ней особо никто не цеплялся. Но вот здесь объясняет пташка. Она ведущая проекта Дом-2 и имеет там не последнюю роль. И, скорее всего, влияет и на повестку выпусков, и участников. Так совсем недавно на проект пришел участник, который представился участником СВО. Тем самым безумцем, который воевал против Украины. Он получил там ранения и награды. И на проекте, естественно, сейчас строят его образ и идеализацию на всю страну. И, как следствие, Орлова пошла на сделку с государством из-за своего присутствия на вечеринке Ивлеевой. Хотелось бы, чтобы ты осветил эту тему. Спасибо. Я не думаю, что Орлова пошла на эту сделку с дьяволом из-за своего участия на этой самой вечеринке. Я думаю, здесь тема, она проста. Здесь, вне зависимости от того, были вы на вечеринке или вы не были на той самой вечеринке, вы просто обязаны сейчас заявить свою поддержку. Не отмалчиваться, не держать нейтральную сторону Швейцарии. Остаться у вас просто не получится. Вы обязаны высказать свою именно поддержку войне в Украине, поддержку диктатору и поддержку кремлевской вот этой вот пропаганде. Как только вы это делаете, как сделать сейчас же, вот только что мы говорили не так давно про рэпера Васио, да, и вот все-таки адвокат Васио заявил сейчас, что его признали пригодным для службы, и он таки пойдет в армию весной. Цитата. Пойдет служить там, куда родина пошлет. Куда призывает, туда и пойдет. Там не выбирают. В зависимости от категории годности она еще не определена. За границу не сбежит, не испугается. Так прокомментировал Попов, это адвокат этого самого рэпера Васио. Ранний Екатеринбургский военкомат не признавал его годным к службе, однако медкомиссия в Москве пришла к иным выводам. В середине января, я напомню, он вышел из спецприемника, где суммарно сидел 25 суток, получил повестку в военкомат. За день до освобождения тогда Попов от имени Васио предложил шаману пойти в армию и на деле доказать свою преданность родине. Сейчас будет необходимо для каждого публичного человека. Вы знаете, это как получается. Кто смотрел какие-то фильмы про мафию, если там, я не знаю, чтобы войти в эту семью мафиозную, нужно пойти совершить преступление. Обычно это самые кошмарные преступления, которые заканчивались тем, что отправляли человека на тот свет. И в их случае нужно было обязательно, чтобы все новые участники вот этой вот мафиозной семьи измазали свои руки. В прямом понимании этого слова. Тогда вы повязаны обязательством, ответственностью, уголовной ответственностью в том числе. Сейчас Кремль пытается сделать то же самое. Сейчас они пытаются изо всех сил измазать всех. Вы обязаны сделать присягу. Вы обязаны преклонить колено перед кровавым Путином. И как только вы это сделаете, ну тогда вам уже идти некуда. Вам на закрытая дорога в Европу. Ну вы же поддержали кровожадный Кремль и ужасную войну. И вы тогда все в этой самой связке безумцев. Хотите шоу-бизнес? Играйте по правилам. Вот такие вот сегодня реалии России. Кстати, я хочу вам показать нечто абсолютно восхитительное. Вы только посмотрите, ребята. И это у нас, дорогие мои, постер, инкрустрированный хрустальными стразами. Это у нас Барт Симпсон. Девочка пишет, я занимаюсь инкрустацией картин и создаю великолепные полотна, выполненные на холсте с любовью и душой, которую украсит любой интерьер и подарит неповторимую атмосферу роскоши. Использую премиум стразы из хрустального стекла, а также предлагаю варианты с использованием кристаллов. Сваровские. Восхитительная вещь. Девочка неимоверно талантливая. Я обожаю такое. Знаете, может быть, я не знаю для кого как, но для моего интерьера это просто идеальная вещь. Я обязательно оставлю все ссылочки на ее бизнес в описании. Пишите ей, заказывайте. Она действительно заставит ваш интерьер сверкать всеми звездочками, которые только есть. У кого есть собственный бизнес, кто что-то производит, продает, пишите ему ассенту Екатерине. Она обязательно устроит так, что вы пришлете свои вещи. Мы абсолютно бесплатно со всеми ссылочками на ваши соцсети познакомим нашу огромную аудиторию с нашими замечательными сплетниками и бизнесменами. Говорим про немножечко щепотка безумия, назовем это так. Госдума, дорогие мои, сегодня с утра приняла законопроект о конфискации имущества за фейки о войсках Российской Федерации. Что он предполагает? Конфисковывать деньги, ценности или имущество предлагается за деятельность, направленную против безопасности России. Мера коснется только того, что нажито преступным путем или используется для финансирования незаконной деятельности. Кроме того, в законопроекте предлагается лишать почетных званий за ряд преступлений. Имущество можно будет конфисковывать у тех, кто осужден по следующим статьям. Распространение заведомо ложной информации об использовании ВС Российской Федерации. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Публичные призывы к действию направлены на нарушение целостности Российской Федерации. Публичные действия направлены на дискредитацию войск Российской Федерации. Публичные призывы к осуществлению деятельности направлены против безопасности государства. Призывы к введению санкций в отношении Российской Федерации и ее граждан. Короче, таким образом. Вам просто всем в Российской Федерации Заткнули только что рты Вы не сможете ни один пост написать Ни одну новость прокомментировать Если вы не согласны с чем бы то ни было Потому что таким образом вы Осуществляете публичный призыв К чему бы то ни было, любая критика Российских властей и диктаторы Приведут к конфискации вашего имущества Возможно частичного Возможно отберут компьютер Возможно отберут машину Я не знаю как это будет работать У редакции сейчас вышло Восхитительное полчасовое небольшое видео На эту самую тему Где они говорили об истории конфискации Немножечко так мурашечки конечно бегут Ужасно, ужасно Людям всем затыкают рты Людям всем запрещают что бы то ни было Говорят, вы сейчас скажете В Америке тоже происходит около 40 тысяч конфискаций Ежегодно Конфискация обычно в Америке на 99% Это торговля запрещенкой И оружием Все остальное не попадает под статью о конфискации Поэтому и конфискуют у торговцев Запрещенкой их автомобилей И какие-то средства Которые не используют для производства Этой самой запрещенки Здесь же другая статья Здесь же призыв Призыв это публично высказанное собственное мнение Которое можно характеризовать как призыв В любом случае Это ужасно, ребят Это просто ужасно И этот закон был принят В первом же голосовании Ну и все, там, блин, трое человек только сказали Нет Возвращается 17-й год Когда все Было это слога Грабь награбленная Да Теперь вы враги народа А враги народа Это запрещенные организации И организации попадающие под инагентство Персонажи, отдельно взятые персоны Туда же попадают Ужасно Это все просто ужасно Люди терпят Люди молчат Люди ничего не говорят И это все катится в серьезные тартарары Куры, которые происходят сейчас На фоне знаменитой вечеринки И то, что запрещает вступление артиста справедливо Это как вы считаете? Наверное, это такой вопрос На который нужен прям такой долгий ответ Но мне было странно это видеть Ну я просто наблюдал И я бы туда не пошел И я не пошел Вам предлукали? Нет, у меня приглашения не было Но я бы и не пошел бы туда Я когда увидел, у меня просто Ну мне это чуть-чуть странно было Поэтому здесь уже Ну опять же, видите, выбор лично Каждый, кто-то пошел Кто-то не пошел А это, дорогие мои Дава высказался по поводу вечеринки По поводу отмены этих людей Человек, который Вот буквально, помните Вот в этом самом видео По этой ссылочке можете пройти и посмотреть Мы обсуждали тогда Какой же был ВК-фест Или какая-то красная дорожка Золотой граммофон Когда Филипп Киркоров приехал с Давой С кучей полуобнаженных парней И один приехал там чуть ли не в костюме невесты Второй приехал в костюме жениха Такая публичная свадьба была То есть сейчас Дава очень резко поменял Вернее, забыл все свое прошлое Забыл, с чего он все это начинал И сейчас Дава у нас сразу в пиджачке Давным-давно сбитый летчик на самом деле Вообще удивительно, да? Одно дело про лицемерие Давы Мы не будем ничего говорить про лицемерие Давы Потому что здесь все белыми нитками шито Для меня удивительно другое Что те звезды, которые еще до войны Были действительно мега-звездами Которые были действительно инфлюенсерами Которые действительно были лидерами мнений Которые действительно делали шоу-бизнес Какой, возможно, россияне знали и любили То сейчас мы оказываемся в ситуации Когда все боятся Все запуганы Все элементарно запуганы Люди боятся комментировать Люди боятся вообще что бы то ни было говорить Люди говорят что угодно Но не то, что действительно думают И теперь скоро будет, ну как, Валентина Толкунова Нет никакого дисреспекта у меня К Валентине Толкуновой Но для меня это всегда была тлен И душнота, это был никогда Не шоу-бизнес, это были какие-то Залумывные баллады, которые слушать было Невозможно, это был шоу-бизнес для Пенсионеров, и к огромному сожалению Сейчас будет цензура во всем Сразу нельзя, перья нельзя Майку снять нельзя, упасть и боже Какой ты финт ушами, когда На чем строится шоу-бизнес, это инфоповоды На чем строится шоу-бизнес Этого всего будет делать нельзя Потому что такая страна, потому что Все будет в рамках цензуры Жесточайшей цензуры, нельзя ничего будет Не прокомментировать, не сказать Нельзя, повторюсь, будет делать ничего такого Экстраординарного, о чем, возможно Могли бы поговорить общественность, привлечь К себе внимание, сейчас будет какая-то Заунывная, патриотичная Нудятина, под которую локтями Ты особо и не попляшешь Интересно послушать ваше мнение Давайте пообщаемся в комментариях И кто бы что бы не говорил, все потихонечку Начинают бежать, Александр Цикала Начал избавляться от Недвижимости в Российской Федерации По нашей информации, он продал свой загородный Особняк в элитном подмосковном поселке За 430 миллионов рублей Речь идет про дом в закрытом От кривозубых крестьян Поселке Шульгино на Рублево-Успенском Шоссе, где по соседству И Масляков-старший, и Распутин И многие другие Здесь спален, гараж, 20-метровый бассейн Сам, насколько я знаю, он живет в Америке Потихонечку все начинают избавляться Это чистая правда, ребят Если ты публичный человек Здесь очень сложная ситуация Потому что ты должен максимально четко отдавать отчет Или тебе придется играть по правилам Кремля То бы что бы не говорил Это чистая правда Или потихонечку все продавать И сваливать Кстати, кто не знал, дорогие мои, ЧБД Что было дальше, да? Киркоров за участие получил 30 миллионов рублей Но был в итоге вырезан из шоу Вот стало как раз известно об этой информации Выяснилось, что он снимался в новогоднем выпуске Эмористического проекта ЧБД За участие 30 миллионов он получил Но за два дня до выхода в эфир Кадры с Киркоровым экстренно вырезали из шоу В выпуске показали других там гостей Бонни Логинова, Сергея Орлова и рэпера Бусера Об этом сообщил продюсер Артур Азизбекян В подкасте Который он дал там свое интервью Цитата Он отснялся, все Потом случилась вечеринка Ивлеевой За два дня до Нового года Люди были в шоке Вырезали целый блок с Киркоровым А он такой 30 миллионов у меня Все у меня в порядке Многие, конечно, зрители подкаста Были возмущены суммой такого гонорара А некоторые поспешили предупредить продюсера Рассекретившего условия съемки Киркорова О том, что его тоже могут ждать проблемы Цитата Суммы, прописанные в контракте Вообще не разглашаются За это огромные штрафы А если каждому за съемку Так по 30 миллионов платить Это же что за режиссер? Миллиардер? Откуда деньги? Откуда деньги? Забавно, забавно Я не думал Я честно не думал Что Киркоров Будет подвергнут таким гонениям Я напомню, милые мои Что Когда он заступился за Галкина Ему быстро дали по шапке Как он сам говорил Но в итоге Я думал, он исправился Он там появлялся В каких-то местных шоу Пепческий Под корень Режут это все под корень Дорогие мои Ну и конечно Би-2 Драма серьезнейшая И когда вот сейчас давал интервью Их организатор конца Их промоутер В Таиланде Он сказал, что там все выше И в итоге только что принимаются Какие-то условия Принимает тайское правительство И тут же приходит очередной Босс Или политическая шишка Из России И все это возвращается Обратно в этот круговорот Безумие Все-таки Гражданство Напомню Израиля Есть у солистов группы Левы Это Егор Бортник И Шуры Александру Уман Слава музыкантов Решение о депортации Отменили после того Как консул РФ Посетил миграционный центр Где находилась Эта самая группа В итоге музыканты Остались в общей камере На 80 человек В миграционном центре Который представляет собой Просто обычную клетку Стены все Это клетка Там у них железный Настил И при жаре Около 30-40 градусов Люди просто сидят И отдают Богу душу От немыслимой жары Общаться с консулом Музыканты отказались Но рассказали о произошедшем Сегодня После визита Вазокопоставленных Дипломатов Из российского консульства Представителям группы Было объявлено Что решение о депортации В Израиль Отменено Троих музыкантов В группе С российскими паспортами Депортируют В Россию Об этом сообщает Агентство Информационное России Со ссылкой на Консульский отдел Посольства РФ В Бангкоке Один из музыкантов Также имеет гражданство Австралии Но консул страны Была отказана В визите к нему Депутат Госдумы Луговой Заявил в своем Телеграм-канале Что они ждут Не дождутся Когда участников Группы Би-2 Примут их И в прямом И переносном смысле В Российской Федерации И как они будут Корчиться В клетках И как они будут Отвечать за свои Антивоенные Слаганы Я напомню Лева вылетел в Израиль В Тель-Авив Скорее всего Он уже приземлился Все остальные Будут отвечать Опять же Лева и Александр Уман Они высказывали Свою позицию Ну а причем Здесь музыканты Которые просто Делили сцену С лидерами Рок-группы То есть Они должны сейчас Отвечать за что За то что Они работали В одной упряжке С агентами Которые выступали Против войны Если сейчас Их вышлет из Таиланда Таиланд Для многих россиян Станет закрытой территорией Потому что Это территория С которой Прецедент будет сделан А прецедент Я уверен Будет сделан Вышлет однозначно С российскими паспортами Ребят В Россию Прецедент будет сделан Таиланд Для россиян Закроется Потому что Люди не будут Чувствовать себя Безопасным Но мне интересно Конечно Также посмотреть Будет на туристическую Отрасль Таиланда Потому что Как бы то ни было Подобный прецедент Показывает Что страна Где туристам Действительно комфортно Удобно И безопасно Оказывается Не такой комфортной И безопасной Страной Ужасная Ужасная ситуация Ужасная история Я до сих пор Когда только их задержали Ребят Я не верил Что будет вообще Какой-то там Я не знаю Всплеск Чего бы то ни было Я думал Ну дадут штраф Там 190 долларов Но депортация Как заявляли Да Что Путин лично Держит это на контроле Нужна ему Вот эта вот Публичная порка Нужно доказательство Что где бы вы не были На планете Если вы российские граждане Вы ответите За свои Антивоенные Призывы Вы слышите За антивоен Вы выступаете Против войны Вы выступаете Против войны И вы должны будете За это ответить Все лет так на 8 А сядут на 8 Сядут на 8 И все будут молчать Потому что Если они публично Что-то выскажут Не придут Что-то берут квартиру Такое Интересно послушать Ваше мнение Давайте пообщаемся В комментариях Такой знаете Осадочек Наверное осадочек Да Интересно послушать Ваше мнение Огромно благодарны Всем кто шлет нам Донаты Благодаря вашим донатам Мы в состоянии Выпускать видео На этом канале Каждый божий день Конечно Сделайте эту красненькую кнопочку Серенькую Поставьте лайк Это буквально Секунда вашего времени Это ничего вам не стоит Если вы кидаете На донат Через супер спасибо Низкий поклон Лично от меня Это маленькое сердечко Под видео Если кидаете донатом Через бусти Как это сделать В описании к ролику Взамен вы получаете Обязательное видео Поздравление Лично для вас Специально для вас Записанное Поздравление С днем рождения С годовщиной Прост Привет Это ТОНС Наш форум Благодарств За ваши щедрые донаты Ну и конечно Если вы живете В свободном мире В Европе Или Америке Вы всегда можете Не пропустить Пару рекламных интеграций Тем самым Поддержав Нашу комьюнити И помогая нам Произвать видео На этом канале Каждый божий день Смотрите мои влоги О моей ювелирной компании Смотрите завтра с утра Шикарное гадание На картах ТОРО Ну и конечно Огромное благодарю Всем кто поддержит Приюты для бездомных Животных Поддержите приюты Непроходимого страдания Братьев наших меньше Спасибо милые мои За то что вы такие Сердобольные Настоящие люди Я вас просто обожаю Спасибо милые мои Что доказывает Всему миру Каждый божий день Что мы сплетники Умеем не только сплетничать Но и любить Вот и все сплетни Вот и все новости На сегодня Спасибо всем За подписки За пальцы За комментарии Личное благодарю Всем спонсорам канала Увидимся Обязательно завтра Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok